Самое важное для пожарного это защитная экипировка и дыхательный аппарат. Такого баллона хватает примерно на 40 минут для работы в непригодной для дыхания среде. О том, как проходят будни спасателя, узнаем сегодня. Вот, видите, 290 практически, больше чуть-чуть. То есть на дежурство заступаем, чтобы не меньше 270 было. Запрещено смене давления заступать на дежурство. Но не только рассмотреть пожарную технику, а еще узнать об особенностях профессии и даже заглянуть в комнату отдыха и диспетчерскую. Для ребят из Горковской школы провели экскурсию по профориентации. На этот раз восьмиклассники попробовали себя в роли пожарного. С помощью этого ствола направляем на очаг пожара. Здесь есть регуляторы разные, есть режим распыленного распыленного, чтобы охладить помещение. В последнее время устраиваться приходят после армии, в основном мы берем молодых ребят. Ну, караулов, в принципе, укомплектованы практически на 100%. Каждый, кто хочет связать жизнь с этой профессией, должен задать себе ряд вопросов. И самый важный, готов ли он проявить смелость и принять правильное решение в экстремальных условиях. В детстве Ивану уже приходилось видеть пожар. Но как действовать он не знал, только наблюдал за работой спасателей. Сейчас сам хочет спасать людей. Я узнал о диспетчерах пожарной службы, потому что именно это меня интересовало. Как приходят вызовы и как пожарные знают, куда надо будет ехать. Такие экскурсии в округе проводят регулярно, чтобы ребята смогли наглядно ознакомиться с будущей профессией. Кстати, посетить их могут не только учащиеся школ, но и других учебных заведений. Именно походы у нас не по офисам, а по предприятиям, которые обеспечивают чистоту, тепло, в данном случае безопасность на нашей территории. Соответственно, детям всем интересно, даже девчонкам. Будем продолжать. В рамках профориентации школьников ждут новые экскурсии по предприятиям. Ребятам предстоит узнать о работе котельной и метеостанции. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин